В прямом эфире новости сейчас в студии Сергей Луговский. Здравствуйте. Сегодня состоятся переговоры президентов Белоруссии и России. Борт номер один направился в Сочи. Во второй половине дня там запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Выступая в парламенте, глава белорусского государства обозначил переговорную повестку. В центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику. Лидеры обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке союзного государства, сферят часы по наиболее актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике. СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время. Об этом заявил президент на встрече с руководителями делегации, которые прибыли в Минск на заседании Совета главправительств Содружества. Александр Лукашенко заметил, никакие технические средства связи не заменят живого общения, тем более, что хватает вопросов для обсуждения. А серьезный аргумент в пользу интеграции – целенаправленная работа внешних сил против Содружества. Вместе легче работать на укрепление общей экономики и противостоять глобальным вызовам. Если кто-то думает, что это вот там вот где-то в Беларуси, в России, там попытались в Москве, Питере что-то качнуть, или в Хабаровске и так далее, в Украине, видите, к чему привело, и что там в Болдове кто-то, и думают, что это там далеко, это не у нас, это другое и так далее. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в мирной, спокойной Беларуси с толерантным народом, вы это знаете не хуже меня, возможны подобные вещи. Понимаете теперь, какими методами действуют эти мерзавцы? Сколько денег вбрасывают на это? Ну не жалко, станок включил, напечатал, все же за насчет, за счет всего мира. Какие создаются сети, а порой мы такие, знаете, демократичные, ну как это там, вот НКО, неправительственные организации и прочее, ну, права человека и прочее, никаких прав человека. И речи не было там о правах человека. Создавался такой взрывной момент для начала мятежа. Я знаю, что происходит и вы тоже в наших государствах. Все мы это ощущаем. Поэтому нам, как никогда, нужна солидарность и единство. Наш президент призвал страны СНГ активнее открываться друг к другу, восстанавливать транспортное сообщение, которое было ограничено на фоне пандемии. Кстати, несмотря на отношения западных стран по договоренности Лукашенко и Путина, прорабатывается вопрос о помощи гражданам стран Запада и Украины в вакцинировании. Есть такой запрос от людей. От нашего президента прозвучало и приглашение для всех глав государств СНГ приехать в Беларусь в октябре. Саммит лидеров Содружества будет приурочен к важной дате 30-летию объединения. Планы до 2030 года и шаги их реализации в эти минуты обсуждают главы делегации. Минувший и 2021 год для участников стран Содружества сопряжены с многочисленными вызовами. Этой пандемией внешнеполитическое давление напрямую отражается. Это и на экономике. При этом некоторые государства используют ковид для изменения мирового порядка, подрывая сложившуюся систему. Об этом белорусский премьер Роман Головченко заявил на совете главправительств в узком составе. Сегодня крайне важно укреплять региональную интеграцию, чтобы не допускать давление сильных государств над более слабыми. С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь. Мы вновь наблюдаем, как добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками двойных стандартов, эмоций и геополитических интриг. В таких условиях тем ценнее сотрудничество с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которые для Беларуси безусловно являются страной-участницей СНГ. Ответом мировым потрясением может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства-содружества обладают колоссальным потенциалом по многим направлениям нашей экономики взаимодополняемой и самодостаточной. Далее, как ожидается, дискуссия продолжится в широком формате. Всего на повестке более десятка вопросов. Один из них – восстановление экономик от пандемии, акцент на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли, унификацию законодательства, вопросы занятости и механизмы противодействия распространению инфекционных заболеваний. Минск направил ноту протеста восьми странам из-за их неадекватной реакции на посадку самолета Афины-Вильнюс. Об этом Ирия Новости сообщил глава постпредства Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Среди них Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия. Накануне Париж, Дублин и Таллин инициировали закрытое обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг посадки самолетов в Минске. По его итогам, данные страны сделали заявление. В нем утверждается, что рейс Райан-Эйр был принудительно посажен по выдуманным причинам. Постпред назвал непозволительным обнародование любых заявлений до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами, в первую очередь ИКАО, которые имеют право такие расследования проводить. Запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам – полная безответственность, которая ставит под угрозу безопасность пассажиров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На своей странице в Facebook пресс-секретарь отметила, что в современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл и способна, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов может за один день, создав колоссальные проблемы гражданам. То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Беларуси, и по политическим мотивам – полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров. Официальный представитель МИД России призвала Брюссель научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан. Законопроект об изменении Конституции в первом чтении депутата рассмотрят на весенней сессии, то есть не позднее 4 июня. Так появится новелла о введении единого дня голосования. Это значит, предоставится возможность проведения выборов одновременно в местные советы депутатов 29-го созыва и в палату представителей 8-го созыва. Подготовкой проекта закона займется специальная комиссия, созданная сегодня. В нее вошли члены Конституционной комиссии, люди с большим опытом. В законопроекте, который внес глава государства, мы выявили четкую схему решения той задачи, которая была поставлена. И сегодня создана специальная комиссия, так требует статья 170 регламента палаты представителей, создана комиссия, которая будет заниматься подготовкой этого законопроекта к рассмотрению в первом чтении. Второе чтение, оно обязательно будет, потому что статья 139 предусматривает подготовку законопроектов, касающихся изменений действующей Конституции. В двух рассмотрениях, с интервалом не менее трех месяцев. И сегодня на пятом заседании Конституционной комиссии участники озвучили предложение о наделении ВНС значимыми полномочиями. Предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов президента и вынесении импичмента в случае необходимости. Это станет дополнительной мерой по приданию политической стабильности в обществе. За оскорбление милиционера задержан житель Могилева в июне прошлого года. 44-летний мужчина в соцсети нелицеприятно высказался в адрес милиционера из Ганцевичей. Теперь помимо десятков административных штрафов, в копилку нарушения добавилось и уголовное дело. Свою вину он признал, пояснив, что оскорбил сотрудника, поверив в правдивость опубликованных в отношении него несоответствующих действительности сведений. Управление по Могилевской области ГУСБ МВД в очередной раз просит не поддаваться на провокации в сети интернет, критически относиться к информации неофициального характера и помнить о последствиях своих действий. А вот интересно, задумываются ли о последствиях тех, кто сегодня призывает творить бесчинство на улицах? Впрочем, беглых из страны это вряд ли волнует. А вот тем, кто по их команде пытается здесь дебоширить, стоит задуматься. С 1 марта в нашей стране вступил в силу новый кодекс об административных правонарушениях. Мы не раз рассказывали о нововведениях отдельной категории граждан, отдельно напоминаем, что бывает за нарушение правил общественного порядка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Башара Асада с переизбранием на должность президента Сирии. Глава государства отметил, что победа на выборах свидетельство признания бесспорного авторитета Асада как национального лидера, который уверенно защищает свою страну от внешнего вмешательства и сражается за установление мира и стабильности в Сирии. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь была и останется другом сирийского народа. Напомню, по итогам президентских выборов в Сирии действующий глава государства Башар Асад избран на еще один 7-летний срок. Поддержку лидеру выразили более 95% избирателей. Новую редакцию кодекса об образовании обсудили на областной диалоговой площадке в Полоцком госуниверситете. У открытого микрофона представители вузов, колледжей, школ северного региона. Работа проходила по тематическим секциям дошкольное, среднеспециальное, высшее образование. Среди актуальных вопросов основы правового регулирования в сфере образования. Все документы, которые регулируют образовательную жизнь, должны соответствовать требованиям времени. Поэтому та работа, которая сегодня ведется в нашей стране по внесению изменений в кодекс об образовании, является совершенно необходимой. Этот кодекс иден от жития. В первую очередь кодекс должен быть для Беларуси, для беларусов, для беларусской экономики и должен полепшать стан и якость нашей эдукации с уликом того, что мы, студентов, рыхтуем для себя. Подобные диалоговые площадки объединили специалистов сферы образования во всех регионах. Озвученные предложения проанализируют и обсудят на парламентских слушаниях. У беларусских пограничников сегодня профессиональный праздник командования. Личный состав и ветеранов поздравил наш президент. Именно с границы зачастую приходят самые горячие новости. Задержание нелегалов или крупной партии наркотиков. Протяженность беларусской границы свыше трех с половиной тысяч километров. Торжественные мероприятия руководства погранкомитета традиционно начали с возложения цветов к монументу победы в Минске. Сослуживцы вспоминают своих погибших товарищей и отдают дань памяти. Главная задача пограничников – обеспечить пограничную безопасность путем надежной охраны границы. Границы, как вы знаете, живое границе и обстановка там меняется практически и же с лучшим, что и же частно. Очень много в последнее время появилось новых рисков вызов группы пограничной безопасности. Но чтобы выполнить задачу президента пограничных у нас все отъяснились. Личный состав, технические средства. Сегодня наши рубежи под надежной защитой. День пограничника десятки тысяч человек встречают на рубежах, где они несут службу и сегодня в свой праздник. Ведь главное – это безопасность страны и ее народа. Этот праздник объединяет все поколения пограничников, начиная с 28 мая 1918 года. Он празднуется, были разные вехи в истории, он переносился. Но, видно, Богу так угодно и пограничникам, чтобы он вернулся в этот день. Сегодня присутствовали здесь все от мала до велика. Кто вчера уволился, и те ветераны Седовласа, которые уже закончили службу больше лет назад, чем тому юному пограничнику, который возлагал сегодня цветы, к монументу победы и здесь. Стоит отметить, в Беларуси продолжается модернизация погранзастав и наращивание потенциала инженерного оборудования. И в завершении о погоде. Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси выходные. Ночью во многих районах прогремят грозы, местами ливни будет до плюс 21. Плюс ко всему, в воскресенье ожидается местами сильный порывистый ветер, что будет, конечно, давать ощущение прохлады больше. В начале следующей недели существенных изменений в характере погоды не произойдет. По-прежнему ожидается дождливая и прохладная погода. Причем в понедельник, 31 мая, максимальная температура прогнозируется всего в пределах от 10 до 16 градусов тепла. Жары не будет и с наступлением календарного лета. В начале июня температурный фон ожидается на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Потеплеет только к концу следующей недели. И на этом у меня все. О развитии событий мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего вам доброго.